Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента, конкретной торговой рекомендации, советы по тому, как поступить в отношении тех или иных бумаг фондового рынка. Кстати, очень актуальная сейчас тема. И плюс ко всему мы еще и открыты к предложениям относительно того, что нужно добавить, что может быть изменить, адаптировать под ваше лучшее восприятие. Друзья, мы хотим добиться того, чтобы наш канал стал настоящим трейдерским сообществом и в связи с этим готовы именно применять определенные изменения. Также напоминаю, что сегодня в 16.00 по московскому времени состоится традиционный для понедельника вебинар «Правильный понедельник». Это трансляция на нашем YouTube-канале. Еще параллельно мы ведем трансляцию в формате голосового стрима в Telegram-канале. То есть, какой канал коммуникации вам ближе, удобней, тем, конечно же, и пользуйтесь. Ну и, конечно же, перед тем, как этот вебинар и стрим провести, вам будет предложено несколько вариантов тем на выбор. И та тема, которая наберет сегодня больше всего голосов, станет центральной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, все внимание рынка, трейдеров, инвесторов, спекулянтов, конечно же, на геополитику, на события в Восточной Европе. Мы об этом говорили и неделю назад, и до этого. Это главный возмутитель спокойствия. Сейчас очень трудно строить какие-то долгосрочные торговые прогнозы, открывать долгосрочные сделки, не делая коррекцию в этих самых сделках на определенного рода развитие событий вокруг этого новостного фона. Поэтому, друзья, учитывая, насколько сейчас эта тема является центральной, я думаю, что лучше всего нам сфокусироваться на нескольких торговых рекомендациях. Это на непосредственно долларе, причем я на доллар рекомендую смотреть либо с позиции индекса американской валюты, либо с позиции пары доллар-иена. Параллельно смотреть за золотом, которое сейчас очень неплохо конкурирует, или лучше даже сказать, выигрывает эту конкуренцию среди прочих защитных инструментов, потому что золото, как пользовалось спросом несколько недель назад, так и продолжает им пользоваться и сейчас. Я думаю, что текущие котировки это как раз тот самый плацдарм, от которого пройдет развитие дальнейшего восходящего движения. У нас есть еще рекомендации по американскому фондовому рынку, по биткоину и по рынку нефти. Вот на вот этих инструментах, я думаю, что будет правильно сейчас через них оценивать общее восприятие к риску, спрос на защиту и на основании их лучше всего как раз планировать и строить вашу торговую активность. Будет еще время, друзья, когда мы обратим внимание на риск и попробуем найти там возможности, которые можно конвертировать в прибыль. Но сейчас однозначный новостной фонд для того, чтобы мы считались именно с категорией защитных активов. Начнем давайте с индекса американского доллара, который все выше и выше. Фактически сейчас уже многомесячные максимумы 97.33. Мы видим, как доллар растет, потому что доллар это защитный инструмент. Ну и, конечно же, еще не нужно забывать, что впереди совсем очень скоро заседание американского регулятора, в ходе которого центральный банк с вероятностью 100% повысить процентную ставку. То есть мы сейчас подходим к заседанию ФРС с вопросом не относительно того, будет ли вообще ФРС повышать процентную ставку, а с вопросом того, насколько он будет агрессивен вот в этих решениях по ужесточению монетарной политики. Следим за комментариями представителя американского регулятора Воллар, который также является одним из авторитетных членов американского регулятора, по сути, также отметил, что будет голосовать за повышение процентной ставки на 0,5%. Причем, по его мнению, ставку нужно на фоне растущих инфляционных рисков уже задирать до единицы как можно быстрее. Очень коррелирует, скажем, такая точка зрения с оценкой главы ФРБ Сент-Люиса Джеймса Булларда. Мы говорили об этом чиновнике неделю назад и я, если вы помните, специально обратил ваше внимание на него, потому что он является одним из лидеров мнения. И его позиция может быть настолько отложиться как бы в мнении других руководителей американского регулятора, что, в принципе, к его точке зрения прислушивается. Я думаю, что именно сейчас это и происходит. И, в целом, мы должны очень сильно постараться сейчас, чтобы найти какого-то из представителей ФРС, который не считает, что ставку нужно поднять на 0,5%. Поэтому ужесточение режима не за горами. Доллар набирает сейчас как раз высоту именно исходя из вот этих ожиданий и поскольку его еще также толкает вверх его статус как защитного инструмента. Очень много было макроэкономических отчетов, личные доходы, личные расходы, заказы на товары длительного пользования, мчиганский индекс, годовые данные по ОВП, инекс расходов на личное потребление. Все цифры – это сплошной позитив, который подкрепляет как раз позицию регулятора, что сейчас крайне своевременно действует, меняя процентную ставку. Ну и главный триггер, конечно же, этого решения – рост инфляции, который, как вы помните, достиг 7,5% в прошлом месяце максимум за 40 лет. Но из-за того, что сейчас происходит на рынке энергоносителей, мы смело можем говорить, что инфляция в штатах уже 8 или даже 8,5%. Доллар и иена – это также валютная пара, которую я рекомендую рассматривать с точки зрения покупок, потому что я как раз ее и рекомендовал покупать перед заседанием американского регулятора. Сейчас 115,54 довольно неплохие уровни, то есть выше такого психологической планки 115, и рост, на мой взгляд, дальше будет продолжен. Золото – лучший хеджевый инструмент, как сейчас многие называют. Я анализирую интересы к золоту через приток средств в фонды, хедж-фонды, взаимные фонды, ETF, которые специализируются как раз на золоте. Отчет Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. Все эти релизы сигнализируют о том, что деньги идут в золото, причем невиданными темпами, которые в конечном счете способствуют аккумуляции сейчас такого капитала, в результате которого золото может легко обновить исторические максимумы. 1911 сейчас Кайман, на который мы традиционно смотрим, обращаем внимание, также сигнализирует о том, что нужно, друзья, этот актив еще покупать. Американский фондовый рынок, исходя из того, что СНП – это индикатор отношения к риску, риск сейчас абсолютно неприемлем. 4263 пункта – это только лишь начало. Я жду теста поддержки 4000 пунктов. О биткоину тоже самое уже говорил. Можно, в принципе, не констатировать какие-то ценовые уровни по биткоину, просто смотреть на рынок США фондовый и ожидать там развития нисходящей динамики по биткоину ставить, в принципе, тоже на мощное снижение. И рынок нефти 99,63, который мы покупали ранее, достигли целей в 100 долларов за баррель, рынок дал коррекцию, мы все равно были настроены на то, что эта секция будет расти. Идея актуальна, потому что рынок сейчас остается крайне чувствительным к новостному фону, который предполагает сокращение предложений, учитывая то, что запасы сейчас мировой экономики на минимум за последние 7 лет. И если дело дойдет до секторальных санкций Запада в адрес российской экономики, в результате ограничений экспорта это может очень сильно ударить по всей мировой экономике из-за того, что на фоне ограниченного предложения начнут расти цены на топливо, на нефть. И по прогнозам многих экспертов, котировки уже фактически в ближайшие дни выйдут в район 115 долларов за баррель и двинут еще выше. Когда это изменится? Если предложение действительно будет ограничено, то этот рост продолжится ровно до тех пор, пока на рынке не появятся альтернативные, новые источники предложения. Это может быть сланцевая нефть США, это может быть нефть из Ирана. Но по щелчку пальцев этого не произойдет. На это потребуется много времени. И пока этот период времени будет идти, пока предложение будет начинать набирать необходимый объем, чтобы удовлетворить спрос со стороны мировой экономики, котировки могут оказаться на космических уровнях. США, конечно же, сейчас не торопится вводить секторальные санкции против нефтегазового сектора, потому что прекрасно понимает, что если эти санкции будут введены, то сразу с глобального предложения можно будет убрать до 2,5 миллионов баррелей в сутки. На фоне такого дефицита предложения цены на топливо будут расти гораздо более высокими темпами и инфляция в Штатах упрется в 10%. Потребители США будут вынуждены тратить больше средств на топливо, меньше денег на продукты, которые не имеют отношения к расходам на нефтегазовых станциях. Просядет потребительский спрос и темпы экономического роста, по мнению многих экспертов, могут снизиться на 2-2,5%. Это страшные показатели, друзья, но это действительно так. Поэтому наша задача сейчас следить за развитием событий, но из-за того, что сохраняется все-таки риск того, что дефицит нефти это надолго, я рекомендую ставить на развитие бычьей динамики и движение котировок Brent в район 115 долларов за баррель и выше. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание, хорошей торговой недели. Всем пока!